привет друзья сегодня я хочу чтобы мы рассмотрели варианты постановки стоп лоссов при работе с hft объемами возможно это после дивергенции дельт возможно по дивергенции цены дельты или выжат каких-то уровней либо же просто после снятия ликвидности но вот как лучше устанавливать стоп лосс проведя это исследование я понял что есть необходимость сокращения стоп лоссов конечно нам всегда хочется поставить его подальше чтобы не задело потому что действительно это рационально вариант того что ваш стоп лосс заденет при близкой установки выше вероятность чем если его подальше установить но тут нужен опять же таки баланс потому что вот это соотношение риск прибыль она гораздо заметно сильно ухудшается если мы его ставим подальше потому вот в случае с hft объемами в принципе их преимущество в том что мы можем ставить стоп лосс ближе и мы можем использовать и мы должны использовать это преимущество и сегодня я хочу рассмотреть как в каких ситуациях и где нам лучше устанавливать наш защитный ордер итак поехали здесь идет отработка сразу же до hft объем он уже является точкой сопротивления для цены если он остановил цену соответственно наиболее выгодно для нас установить стоп лосс сразу на каком-то небольшом расстоянии там от двух до пяти тиков от hft формации если говорить о масштабе конечно если мы приблизим это одно будет отдалим абсолютно другое по виду но оптимально вот в таком виде рассматривать график по масштабу данной ситуации нормальным является установка стоп лосса прямо за и чуть и объемом непосредственно опять же таки после дивергенции дельт здесь тоже дивергенция дельт здесь дельта по количеству практически в нуле но дельта по объему существенно выросла и вот и чертем объем образовывается мы ставим на каком-то расстоянии вот если померить то вот тут например 5 тиков то есть принципе это нормально до 5 тиков это как раз оптимальный вариант чтобы нас и не выбило до лишний раз потому что часто стоп лосс ставят за максимум или минимум рынка 2 3 тика это кстати если посчитаете линду рашки то она говорит что в принципе от вашей точки года цена не должна уже перебивать максимум и минимум и стоп нужно выставить там на 2-3 тика вот этого значения но если многие так делают то часто крупный игрок да он поспособствует тому чтобы цена еще немножечко продвинулась и не сняла этот стоп орга сейчас кстати покажу как это выглядит вот к примеру австралиец 20 мая здесь и чуть-чуть объем и потом цена немножко перебивает как раз вот этот максимум причем что как вы видите здесь был объем на тени свечи то есть отрабатывали его также как пин бар и соответственно стоп за максимум после чего цена еще немного идет наверх и вот мы видим тоже в этих двух свечах объем находятся на максимумах свечей вот то есть соответственно сняли те стопы которые здесь находились и и таким образом получили ликвидность для того чтобы пойти дальше вниз потому вот рационально поставить стоп вот если мы так сузим график да вот немного за ищете объем немного за ищете объем это будет оптимальный вариант вот здесь тоже двойная вершина могла бы тоже немножечко перебить вот этот хвост мог бы перебить максимум на несколько тиков и соответственно те кто ставит стоп лоза максимума либо остались бы без позиции вот потому нужно соблюдать вот это расстояние вот здесь примеру ситуация что примечательно то что если бы вы здесь поставили стоп прямо за ищете объем то он скорее всего сработал дело в том что тут нужно учитывать тоже масштаб графика да если вот немножко приблизим то соответственно ищете объем будет мелким казаться вот потому я говорю что вот масштаб графика оптимально вот такой вариант так как ищете объем тут образован не на тени свечи и хвост достаточно длинный то принципе рационально поставить стоп лосс вот немножечко дальше немножечко дальше вот если мы тут посчитаем пунктах то принципе даже пять пунктов от речи в те объема это вот здесь вот вот на на этом уровне то есть соответственно цена бы при повторном срабатывании не не задела бы даже если бы заранее ваш не пропустил вот но вот скажу так что очень часто как вы видите еще в те объемы они формируют вот такую м м или w формацию вот таким образом это выглядит вот первое ухо информации и вот второе соответственно когда мы уже видим информацию то нам заходить более безопасно особенно вот на 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 пробой вот этой информации тогда вот например здесь тело свечи соответственно салбинит можно поставить уже здесь то есть если мы увидели импульс и потом возврат то соответственно это для нас будет более верняковая позиция но если так ожидать постоянно конечно можно пропускать какие-то хорошие ситуации потому что с эти объемами бывает действительно все происходит в одно касание но если вы хотите более гарантированно получить точку хода то часто это происходит после вот подобных информации так давайте еще посмотрим золото 10 06 2021 год вот тоже ситуация когда происходит информация но она не такая четкая но все равно ты суть та же самая вот если посмотреть и потом вот пробой до получается вот это это уже будет линия шеи и здесь пробой и здесь когда вы ставите стоп лосс за максимум это абсолютно рационально нормально да то есть когда уже произошла информация тогда стоп за максимум это нормально если же вы например здесь вот цена бы сделала такой импульс и вы поставили стоп за максимумом это не рационально не стоило бы входить сделку сразу же после вот этого импульса тем более вот цена только пробила уровень образовался еще в те объем то есть соответственно очень часто происходит такое что после пробития уровня идет ретест данного уровня идет импульс еще наверх либо вот такой либо сильный более резкий импульс наверх и потом уже идет опять же таки с образованием информации идет движение вниз вот таким образом то есть вот сразу пробой вообще не стоит торговать в уровень получается либо же вот праздник происходит вот такое движение цена в уровень потом происходит ретест и когда цена уже пересекает линию шеи этой информации уже можно заходить вот то есть желательно чтобы она все-таки вернулась тот диапазон мы кстати еще рассмотрим подобные картины так давайте посмотрим медь 11 на 6 2021 вот тоже картина образовался еще в те объем но после этого идет еще инерционное движение идет движение вниз здесь цена не закрылась ниже точки образования чекте объема тоже очень важный момент чтобы цена действительно закрывалась ниже если это на продажу или выше если на покупку точки образования чекте объем здесь она не закрылась пошло движение и опять сформировалась двойная вершина можно еще называть да как угодно но суть в том что здесь лучше заходить на на пробитие вот этой нишей да называют и тогда уже стоп лосс спокойно можно выставлять за максимум так давайте посмотрим вот еще интересная ситуация большое количество и чекте объемов потом цена еще продавливает и тоже смотрите здесь информация внизу я сейчас секунду расширю лучше вот здесь лучше видно то есть образование первого минимума потом отскок или тест и поехали вот тут очень хорошо видно в этом случае уже стоп лосс можно ставить за минимумом второй момент который я бы хотел рассмотреть это если от точки образования и чекте объема до экстремума максимума и минимума очень большое уже расстояние то есть цена получается сходила еще ниже проторговалась начинает возвращаться и закрепляется выше точки образования и чекте объема то есть тут выставлять стоп лосс за максимумом или минимумом на самом деле уже очень дорого как лучше вот действовать в этих ситуациях давайте посмотрим несколько примеров вот австралиец 15 06 я торговал эту ситуацию по той причине что происходит сначала пробой вот поддержки здесь появляются и чекте объемы которые на продолжение работают и соответственно ретест и затем снова вот от ретеста идет опять образование чекте объемов то есть на продолжение но для того чтобы маркет мейкеру разгрузить эту позицию ему нужно снять ликвидность которая здесь находится и потому можно сработать вот к этой цели но если ставить стоп лосс здесь это будет дорого потому когда цена пробивает и закрепляется выше точки образования и чекте объема соответственно мы заходим но стоп лосс уже ставим не за минимум а зовут тот и чекте объем который дал реакцию данной ситуации вот этот и чекте объемы дали реакцию цены и соответственно за ним ставим стоп и вот это движение вот это мы не учитываем не учитываем уже и таким образом у нас лучше побудется отношение из книга вот еще одна ситуация по меди было тоже образование чекте объема цена ушла вниз и теперь мы ждем когда цена закрепиться выше этого и чекте объем но тут тоже очень важно понимать что закрепление должно быть не такое резкое да то есть она должна быть плавно и потому что вот в этой ситуации когда мы смотрим вот такая огромнейшая свеча то здесь заходить это не рационально потому что высокая волатильность и соответственно ваш стоп лосс могут легко снять нужно подождать пока эта волатильность немножечко угаснет соответственно здесь как вы видите сформировался такой треугольник да и цена начинает поджимать поджимать пробивает и соответственно здесь можно уже либо бай стопом либо вручную заходить но понятное дело что рассчитываем на перебой максимума вот здесь сказать и тоже образовался и чуть-чуть объем хорошая дельта соответственно этот уровень у нас целевой пробитие вот данного данной отметки потому что здесь заходили те покупатели которые рассчитывали на продолжение маркет мейкер им дал эту позицию то есть продал соответственно сюда он пошел разгрузился и теперь цена идет опять в сторону вот этих покупателей на это тоже одна из стратегий которые можно использовать и так вот мы рассчитываем на пробитие этого уровня вот потом случилось пробитие образование черти объема но чтобы не ставить далеко стоп лосс соответственно мы его устанавливаем не под минимум а вот и черти объемом то есть вот здесь и получается что вот это соотношение будет уже гораздо лучше гораздо интереснее что касается крупных и черти объемов то здесь тоже необходимо подождать когда закончится инерционное движение потому что они провоцируют продолжение тенденции либо же длительной консолидации на каком-то уровне если мы видим образование черти объема нам необходимо подождать когда произойдет какой-то импульс обратную сторону для того чтобы мы могли зайти в эту сделку обязательно заходить ниже точки образования и части объема именно закрытие ниже потому что вот эта точка она является сопротивлением для цены в этой точке именно максимальный объем проходит если вы посмотрите на максимальные объемы свечей то зачастую вы увидите что именно в точке образования черти объема или в ее районе происходит крупный профиль свечи а крупный профиль свечи он часто является уже поддержкой для цены потому здесь нужно понимать что чем позже вы зайдете тем больше вероятности что вы получите свой стоп-лосс так давайте дальше рассмотрим новозеландец 18.06.2021 вот эту ситуацию тоже достаточно крупные и чекте объемы они приводят дальнейшему инерционному движению и здесь получается идет обратное обратное движение закрепление выше и чекте объема если бы вы заходили здесь также стоп-лосс более рационально установить ниже минимума вот здесь но конечно же если это после информации то это более гарантированно то что цена не пойдет еще раз за вашим стоп-лоссом то есть получается что в этом случае также мы ставим за минимумом но уже у нас больше уверенности того что наш стоп-лосс не будет снят и так давайте посмотрим еще варианты когда стоп-лосс лучше устанавливать за уровнем то есть если уровень находится достаточно близко то конечно же лучше себе добавить еще какую-то защиту как гарантию вот примеру серебро 23 на 4 2021 так вот эта ситуация это уровень уменьших выплат по опционам образуется и чекте объем цена реагирует на этот уровень и естественно здесь мы будем стоп-лосс ставить за уровень если бы уровень был даже немножечко дальше вот здесь примеру как здесь уровень объема то я бы предпочел уменьшить риск сделки но все-таки выставить стоп-лосс вот прямо прямо за этими евро 28 на 5 2021 вот здесь также кстати вот такой формы тоже бывают это уже w формация получается то есть вот установка минимума реакция пробой и возврат вот и если бы вы к примеру зашли поторопились зашли вот здесь то стоп-лосс тоже лучше все-таки установить за уровень тут уровень объема март 21 года и на каком-то расстоянии от него мы с вами не алго трейдеры потому мы визуально воспринимаем график визуально воспринимаем информацию и наш стоп-лосс он больше визуальный да то есть он технический конечно же потому что мы ориентируемся на график и от него исходим и устанавливаем стоп-лоссов он не расчетный то есть потому что в деньгах тут стоп-лосс выставлять очень опасно вот он всегда технический не нужно как дополнительный фактор брать уровни для того чтобы иметь больше оснований что стоп-лосс не заберут вот еще интересная ситуация по нефти 22 мая 21 года ищите объемы и соответственно если мы заходим здесь позицию вот на таком расстоянии у нас уровень на меньших выплат по опционам то конечно же стоп-лосс уже лучше поставить за него потому что если бы мы поставили за ищите объем данной ситуации он мог бы сработать и здесь бы на наших стоп-лоссах также образовался ищите объем то есть пришлось бы делать перезаход потому вот здесь стоп-лосс выглядел наиболее рационально есть еще такой интересный момент который мы уже обсуждали это если перед стоп-лоссом у нас есть определенное препятствие то есть вот к примеру природный газ то есть пробивается какой-то уровень можно это интерпретировать как треугольник к примеру да соответственно пробитие ретест и многие трейдеры заходят как на пробитие так и с ретеста вот потому вот например покупать в этот уровень достаточно опасно то здесь нужно подождать чтобы цена действительно зашла опять обратно в эту зону вот когда она уже от тестировала и затем возвратка происходит то есть это у нас получается w formation и соответственно здесь наш ход таком случае стоп-лосс можно установить за ищите объем то есть уже даже не за минимум потому что это уже формация она сформировалась соответственно стоп-лосс можно даже чуть ближе ставить и не бояться что его за деньги вот на что еще хочу обратить внимание если же происходит ищите объем вместе с опционными сделками в деньгах то вероятность того что цена сразу же пойдет вниз очень низкая это уже исходя из тех наблюдений которые за последнее время были скажем так проработаны да вот если есть опционных деньгах лучше сократить свой риск и установить стоп-лосс на большем расстоянии если вы уже все-таки собрали заходить в эту позицию лучше установить на большем расстоянии за ними то более существенными уровнями или вот в области где заканчивают накопление объемов да вот за этой области можно установить потому что очень часто происходит инерционное движение несмотря на то что вот почему так происходит потому что естественно крупные игроки они страхуются они хеджируются от роста данной ситуации но market maker продает им эти опционы то есть есть крупный игрок которые выступают продавцом потому что он понимает что цена будет падать цена будет падать и в принципе он могли создать это движение для того чтобы спровоцировать участника вот которые принципе смотрят на такую формацию да там треугольник тренд естественно восходящий и вот этот пробой них просто провоцирует что они начинают хеджироваться вот уже опционами покрыть риск того что цена уйдет уже перепишет максимумы то есть пойдет дальше например золото многие ждали на 1950 и вот из-за этого тут происходили такие большие объемы по опционам потому здесь близкий стоп лосс ставить нельзя такой ситуации еще такой момент где тоже не стоит ставить короткий стоп лосса пример вот посмотрите смп 27 мая вот вот эта ситуация то есть и чеки объем образовывается на уровне объема соответственно если вы прям под уровнем поставите стоп как большинство и делает потому что здесь вот идет реакция на этот уровень ретест его его и вот трейдеры ставят близкий стоп лосса потому что это здесь лимитный покупатель то есть лимитный покупатель который должен сдержать цену и цена пойдет наверх но как на рынке обычно и происходит то есть на немного начинает пробивать этот уровень собирает ликвидность и потом уже происходит движение и в общем-то разгрузка вот этой позиции которая здесь была принята маркетмейкером здесь она уже на когда перехай происходит идет разгрузка таких ситуациях лучше выставить стоп лосс за какими-нибудь другими уровнями даже если вы не видите уровне то лучше не заходить в эту сделку здесь есть вот опционные уровни крупные опционные сделки прошли соответственно стоп лосс лучше выставить вот за ними за ними вот я уже записывал видео как устанавливать стоп лосс и исходя из точек где были произведены крупные опционные сделки вот за вот этими объемами можно устанавливать стоп лосс и соответственно это будет уже более безопасно есть ситуации и будут ситуации конечно же когда после такой методики постановки стоп лосса все равно ваш стоп лосс будет снят и цена пойдет вашу сторону вот если бы мы выставили стоп лосс за и в те объем соответственно его бы тут подергали и потом бы произошло движение это движение произошло на новостях принципе здесь позиция уже должна была бы быть ликвидирована суть в том что вот с этим соотношением 267 вы бы поймали стоп лосс еще вот примеру тоже перед новостями по канадцу была ситуация вот здесь тоже речь и в те объем после дивергенции все нормально стоп устанавливаем цена идет в нашу сторону и потом резкий снос стопов потому что инсайдеры уже знают какая новость будет и соответственно им пассажиры не нужны чтобы прямо отсюда вот цена на новости пошла наверх очень маловероятно то есть соответственно идет снос стопов потом наверх кто там хочет рискнуть конечно можно было бы зайти но если вы не собираетесь рисковать то необходимо уже заблаговременно было до этой новости выходить из позиции либо же перенести свой стоп лосс без убыток вот таким образом итак друзья давайте подведем итог зачем мы это все делаем зачем мы делаем эти исследования и соответственно выводы из этих исследований для того чтобы мы имели возможность ставить стоп лосс по более выгодным ценам и например если у вас риск 500-800 долларов в сделке то вы можете поставить стоп лосс на первый выстрел порядка 400 долларов от 300 до 500 до для того чтобы иметь возможность в случае чего перезайти даже меньшим объемом примеру ваша вторая позиция будет 200 300 долларов но вы перезайдете в эту сделку это необходимо не столько как для улучшения вашей результативности а для психологического комфорта чтобы ваша психика была более устойчивая это гораздо более еще важнее чем повышение результативности ваших сделок потому что когда вы знаете что у вас все таки есть еще второй шанс вам во первых легче будет поставить близкий стоп лосс и ваша результативность таким образом вырасти но самое главное это выбрать для себя оптимальный баланс соотношение риска и прибыли для того чтобы ваша торговля была в плюсе всем хорошего дня и до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok